Очень интересным аспектом учения мормонов о Боге является учение об имени Бога. Вопросы об имени Бога мормоны придают далеко не такое важное значение, как святители Иеговы. Для них оно не имеет какого-то сакрального или мистического значения. Скорее, это учение показывает, насколько запутано и противоречиво учение мормонов о Боге. Потому что, если посмотреть на некоторые популярные статьи, на некоторые популярные учебники, которые мормоны используют для обучения своих прихожан, то там постоянно говорится о том, что мормоны всегда верили, мормоны говорили о том, что имя отца – это Элагим, а имя сына – это Иеговы. То есть, Элагим – это Бог-отец, а Иегова – это Бог-сын. Но подобные рассуждения тут же сталкиваются с серьезными препятствиями. Во-первых, еврейский текст Писания совершенно однозначно отождествляет Иегову и Элагима в некоторых частях текста Ветхого Завета. Например, книга «Второзакония», 4 глава, 35 стих. «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь Иегова есть Элагим», то есть Бог, и нет еще, кроме Его. Чтобы ты знал, что только Иегова есть Элагим. Во-вторых, в еврейском тексте Ветхого Завета не менее 35 раз встречается совершенно замечательная фраза, которая звучит «Иегова Элагим» или, по-русски говоря, «Господь Бог». И поэтому один из вопросов, который в свое время любил задавать мормонам, звучал таким образом. «Иегова — это сын, Элагим — это отец. Кто такой Иегова Элагим?» Это имя отчества? «Иегова Элагимович». Мормоны утверждают, что ветхозаветные пророки иногда называли так Иисуса, потому что Иисус одно с Богом и также является Богом. Но это объяснение едва ли работает, потому что мормоны считают, что Элагим — это личное имя Бога Отца. Личное имя Бога Отца не указание на его божественность, а именно его личное имя. К тому же, если бы ветхозаветные пророки на самом деле хотели подчеркнуть божественность сына, то, скорее всего, они использовали бы слово «бог» в единственном числе, то есть «эл» или «элах», но никоим образом не Элагим. Если посмотреть на историю мормонской церкви, то обнаружится, что Джозеф Смит, судя по некоторым его высказываниям, отождествлял Иегову Элагима, то есть считал, что речь идет об одном и том же Боге. И эта точка зрения практически существует в мормонских писаниях до 1915 года. После этого момента вышла в свет книга, которую я уже сегодня упоминал, книга Джеймса Телмоджа «Jesus the Christ», в которой впервые было утверждено, была заявлена позиция, что Элагим — это имя Бога Отца, а Иегова — это имя Бога Сына. То есть на протяжении первых 85 лет своей истории мормоны этого учения не знали и не проповедовали. Интересно, что Джозеф Смит использовал тот факт, что слово «элагим» представляет собой существительного множественного числа как доказательства существования многих богов. Но если использовать его так, как используют современные мормоны, как личное имя конкретной личности, то такой аргумент уже больше невозможен. Невозможно ссылаться на этот факт в подтверждение того, что якобы существует много богов. Следующий момент учения мормонов о Боге — это то, что Бог обладает физическим телом. Физическим телом. Не просто физическим телом, в смысле состоящим из атомов и частиц, а физическим телом, таким же, как человек. Телом, состоящим из плоти и костей. Или из крови и плоти, как мы обычно по-русски говорим. В учении и заветах в 130 разделе 22 стихе говорится конкретно, что у Бога есть осязаемое тело из плоти и костей. Обычно мормоны в подтверждение ссылаются на два аргумента. Во-первых, они говорят о том, что человек был создан по образу и подобию Бога. И говорят о том, что имелось в виду как раз телесное сходство. То есть, Бог создал человека с таким же телом, какое имеет он сам. Однако, Писание говорит о том, что Бог есть дух, а дух плоти и костей не имеет. Что является прямым опровержением того учения, которое мормоны здесь пытаются проповедовать. Евангелие от Луки, 24 глава, 39 стих. Во-вторых, мормоны ссылаются на те отрывки в Писании, где речь идет о персте Божьем, руке Божьей, лице Божьем. То есть, какие-то места, где говорится о неких частях тела. Такие антропоморфные описания Божьи. Однако, все эти антропоморфизмы не доказывают, что у Бога есть тело. Потому что есть в Писании, например, такой замечательный текст, который называется Псалом 90, стих 4. Где сказано, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Речь идет о Боге. Те тексты, где говорится о перстах Божьих или о лице Божьем, доказывают, что у Бога есть тело не больше, чем этот стих доказывает, что Бог похож на космического голубя или на космического воробья. Более того, апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава 22-23 стих, отчетливо говорит о том, что стремление приписать Богу подобие тленному человеку и птицам четвероногим пресмыкающимся является следствием грехопадения человека. Помните, как они не прославили Бога, но изменили его в образ, подобный тленному человеку и так далее. Это как раз то самое, что мормоны делают. Итак, образ Бога, который проповедуют мормоны, это образ возвышенного человека, который когда-то жил на такой же планете, как и мы, который заслужил право стать Богом послушанием вечному Евангелию, у которого есть конкретное имя, зовут его Элагим, у его сына Иисуса Христа есть имя Иегова. И сейчас на небесах, если бы небеса открылись и мы увидели Бога таким, какой он есть, мы увидели бы его возвышенным человеком, обладающим телом из плоти и костей. Вот это учение, которое мормоны проповедуют. Еще один интересный аспект учения мормонов о Боге, это учение о небесных родителях. Учение о небесных родителях. Учение на самом деле очень интересно. Дело в том, что это учение, которое мормоны никогда практически официально не излагали. И вообще понять, в чем заключается это учение, очень трудно. Потому что учение о небесной матери впервые было озвучено в истории церкви не пророком, не апостолом, не кем-то из руководства мормонской церкви, а женщиной. В 1845 году женщина по имени Элиза Сноу, одна из многочисленных жен Джозефа Смита и Бригама Янга, в стихотворении под названием «Мольба» или «Вечная мать и отец» впервые выразила эту идею. Написала стихотворение, которое стало известно в церкви. В 1893 году четвертый президент церкви Улфорд Вудроф назвал это стихотворение «Откровением», хотя оно и было дано нам женщиной. Сохранились отдельные указания на то, что Джозеф Смит тоже, возможно, верил в существование небесной матери, но конкретных доказательств этого у нас нет. И явно, по крайней мере, можно сказать, что публично он об этом не говорил. До начала XX века только отдельные представители мормонской церкви признавали, что учения о небесной матери существуют. И официальное подтверждение это учение получило только в 1909 году, когда вышло официальное заявление первого президентства мормонской церкви по вопросу об эволюции, где была такая фраза. «Все мужчины и женщины подобны вселенским отцу и матери и в буквальном смысле являются сыновьями и дочерьми божественного существа». Практически вот это и есть содержание учения, которое официально у мормонов существует в таком неразвитом и необъясненном виде. «Мормонов не смущает тот факт, что в Библии и ни в одном из их собственных писаний нет ни одного упоминания о небесной матери». Десятый президент церкви мормонов Джозеф Филдинг Смит в 1960 году писал, «Тот факт, что ни в Библии, ни в книге мормона, ни в учении и заветах нет ни одного упоминания о матери на небесах, не является достаточным доказательством того, что никакой матери там нет». Сама логика очень странная. То есть понятно, что отсутствие доказательств, наверное, не является самоубедительным доказательством. Но опрос в том, откуда вы вообще взяли тот факт, откуда вообще взяли идею о том, что небесная мать существует ни в одном священном писании, об этом ничего не говорится. Учение мормонов по этому вопросу полностью построено на логических выкладках. И примером этого рассуждения могут служить слова апостола Брюса МакКонки, который пишет, «Возвышенный и прославленный человек святости не мог бы быть отцом, если бы женщина, обладающая такой же славой, совершенством и святостью, не была соединена с ним в качестве матери. Рождение детей делает мужчину отцом, а женщину – матерью. Идет ли речь о мужчине в его смертном или бессмертном состоянии?» Несмотря на то, что таким вот косвенным образом учение о небесной матери получило подтверждение церковного руководства, тем не менее официально о нем не говорится. То есть это учение не проповедуется, не излагается, никоим образом не изъясняется. Гораздо чаще в текстах, которые издают мормонская церковь, можно найти упоминание о небесных родителях. Просто такая вот обтекаемая фраза «небесные родители», за которой ничего не стоит. Например, если вы откроете книгу «Основы Евангелия», по которой проводятся домашние семейные изучения в мормонской церкви, там тоже говорится о том, что мы когда-то жили в доме у наших небесных родителей. Но нигде не объясняется, что стоит за этой фразой «небесные родители». Отчасти это объясняется, наверное, нежеланием привлекать внимание людей к этому учению. А с другой стороны, видимо, причина в том, что среди самих мормонов возникло очень нездоровое влечение к этой идее, к этому учению. И уже не секрет, что среди многих рядовых мормонов, прежде всего, женщин, возникло поклонение Небесной Матери, которое мормонская церковь официально никак не одобряет. Но, тем не менее, начиная с 70-х годов прошлого века, мормонки начали в частном порядке, без одобрения церкви, писать гимны Небесной Матери и даже ей молиться. Ситуация зашла настолько далеко, что во времена города Хинкли за разговоры на эту тему и за молитву Небесной Матери мормонов просто отлучали от церкви. В апреле 1991 года Хинкли прямо назвал молитву Небесной Матери маленьким началом отступления от веры. Учение создало серьезную проблему в рядах самой церкви. Видимо, это было одной из причин того, почему об этом мало говорят. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok